Здравствуйте, друзья! Сегодня мы представляем вашему вниманию новый формат видео на нашем канале с рабочим названием «Калмыцкая глубинка». Кстати, уважаемые земляки, вы также можете предложить свои названия в комментариях под этим видео. И самое интересное я возьму за основу. В конце 2021 года вышло видео у депутата Государственной Думы Бадмы Башенкаева и главы Городовиковского района, где он рассказывает о проблеме, возникшей в Городовиковском районе в селе Бембишево. Из этого видео мы видим, что во время своего визита Бадма так и не увидел и, соответственно, не смог оценить масштаб проблемы, с которой столкнулись наши земляки. Связано ли это с отсутствием времени у депутата Государственной Думы или нужной квалификации, мне неизвестно. Поступило обращение от гражданина из Городовиковского района о том, что на месте временного хранения твердых бытовых охотов, по-моему, свалка в районе Бамбышево, есть какие-то пожары. Приехал, смотрю, пожарами не пахнет, даже, кстати, и свалкой не пахнет. Попросил главу района приехать, Валерий Сергеевич, где тут пожары? Я тебя не вижу. Не вижу. Пожаров нету, это площадка временного накопления ООО «Спецавтохозяйства». Не ваш это? Не наша территория. Мы передали его в аренду, земельный участок эксплуатируется по назначению, здесь накапливают, потом вывозят на полигон в Олиску. Ну, отработали, не вижу я пока проблем для... Организовано круглосуточное дежурство, здесь стоят сторожа, никто просто так не приезжает, ничего не палит, мусор не завозится посторонних. Так, работаем дальше. Продолжаем дальше проверять обращение одного из земляков. Бембешево, относительно далеко здесь свалка, временного хранения. Я что-то запах не чувствую, но будем дальше смотреть, может по селу посмотрим, походим. Пока шикарная погода, великолепная Калмыкия, и пока не вижу причин для страшного негодования. Оставим это на совести самого Бадмы. Но мое мнение такое, раз уж взялся решить или осветить проблему, то было бы логично довести дело до конца. Уже в начале нового 2022 года ко мне обратились жители Бембешева с просьбой записать видеообращение главе Республики Калмыкия, прокурору Республики Калмыкия, а также министру МВД Никифорову, в связи с тем, что мусорка горит на протяжении трех лет, засоряя воздух в поселке Бембешево. 4 января я приехал в село разобраться с проблемой более подробно, и оказалось, что мусорка это еще не самое страшное. В этом выпуске вы услышите из первых уст, чем живут и с чем столкнулись жители маленьких сел Калмыкии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Корректор 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 А.Кулакова вот эту зарплату платить ночью не правда что ли аванса полторы или две тысячи а в уборку работает там 15-20 что это зарыл во время уборки хотя бы чуть-чуть выступ обеспокоился за этих женщин ночью осталось а у нас двое да то спир ваш беру то это и все нету эти и тепло платят мизерные копейки как вот можно жить у нас периодически в сухую погоду свалка горит ночью невозможно окна открыть дым гарь идет копать какая-то и там выпали пожарника вызываем они ссылается типа как мы потушили ничего такого серьезного нет там походу сторожа все сжигает сторожей спрашивают мы горит не палим ничего такое ощущение как будто кто-то специально приезжает выпали приезжают тушат вот рядом которого человека было поле она все сгорела он убрал вовремя на нее я думаю дня за два он убрал а так все пошло по полю хотя не говорят что они не парят это сейчас вот они забор поставили а так был беспредел к возле трассы делали выкидывали навоз мусор все туда кидали мы звонили вы листу интересовали сколько должно километров на быть от жилого до 20 километров у нас три просто мы посмотрели видео на свалку вот такая погода там год ну где горит здесь не говорит а летом мы приехали тут дышать невозможно ветер если оттуда мы тут задыхаемся летом жара откроем все окна их не откроешь а здесь если вот так вот посчитать по рабочим местам уже нет вообще где люди 1 человек бог там человек 5 все а где работают остальные все в разъездах то где то занимается своим хозяйством здесь пытается как-то развести это дело она со всех сторон запахивает и не целины практически не остается клуб забросил детскую площадку сделали сами вот здесь люди сложились своими деньгами дорог у нас нету о них и никто не вспоминает этот болото раньше было этом протащат что-то сделают выровняют а сейчас все никому всем без разницы он зарастает все гуд сами если сделают сделать и вода у нас какая вы верите ну что называется глина бежит скажи олег не помыться не постираться вот как вот это вот желтый этот песок лежит вот такая в ванной вот такой осадок грязи это что такое мы воду путем побыться не можем не постираться машинку не включишь можем не жизнь и жизнь у нас нету и клуба не школы решили нас уничтожить в том году например если школа была открытая внука у меня старший учился здесь уечки салка был рядом школа была сейчас плодосолхоза вам кировскую уходит летом лесополоса горит постоянно мусорку поджигает и лесополоса начинает гореть сторону поселка там не знаю проезжать даже было иногда невозможно потому что жар шел от лесополоса полностью и эти мусорные пакеты я не знаю всегда вдоль поселка и выбрасывают еще не только отходы бытовые там и скот выбрасывают собаки выбрасывают собак на эту мусорку они все бегут сюда в поселок здесь птицу жут вечно даже сейчас по поселку пройти здесь тоже 5-6 собак приезжих выбросили они бегать здесь по хутору дети ходят уж невозможно такие вот у нас дела здесь поселки свалка года три-четыре назад появилась начал начали сжечься сжигать и запах сюда все идет вот этот мусор постоянный по трассе едешь мусор по бокам валяется никто не убирает но редко убирают но не так часто как хотелось бы хотелось бы чтобы там нет вообще ничего не было лучше конечно бы не было его то всего более не по закону она здесь находится захотели просто открыли по сути лет 20 проживали тут не было ничего такого не свалки нигде сейчас едем ездим дорога постоянно грязно забита и мусор этот аварийный ситуация создает потому что мусор падает все время вот мы останавливаемся лично местные жители дальше села которые все время остановимся убираем это она просто уже надоело как-то надо перенести дальше как по закону я знаю там она даже 7 километрах от ближайших населенных будут добыть так же я правильно все понимаю вон идет я тебе дам задохнуться можно вот и надо мусорка не надо обгорела они в первый раз не первый год не это уже сколько это уже сколько лет пять идет если не больше ну да лет пять уже мусорка идет это там и вот эта вонь идет это вообще задохнуться да нельзя это все очень тяжело и плохо в это сам запах идет это не задохнешься вообще не продышишься тяжело плохо вот рядом за речку на заряжать старопольский край свет везде село радыки все освещается самой дороге везде на каждой улице свет вот заезжаешь сандату везде света это вот рядом 10 тут 15 здесь сколько ну километров 20 все освещается ростовского у нас вообще им другой стране живем да да вот как будто не там уже в россии я вам говорю нужен свет наши дети ходят по темноте до остановки сделать обещают обещают не как конечно бы хотелось бы чтобы наш новый который вы снова пришелся с манджиков он старается работа была была посмотрите от школа до вот моя супруга работал потом подойдет данная снимать взяли школу закрыли нос мы обращали он непосредственно как вот родители вот ребенок поездолога там сказали что нет нарушения с точки зрения закона администрация правильно не выгодно да ближайшая школа получается где ну вот чтобы дети поехали они едут до 8 километров едут 8 часов проезжает четыре полпятого это маленькие дети три года четыре не не идут начальник первый класс первый класс не новым первоклассники детский сад родители сами возят сами я ездить за свой счет на работу официально не работаю официально очень маленькой зарплаты и еще по поводу мусорки по ги по ги о расположению на вообще неправильно стоит и рядом с поселком и на закрыть закрытию надо да мы сейчас стоим на на фоне клуба поселка бимбишева вот вот это вот мы все забивали я лично мой брат мы организовали вот это вот все чтоб окна забить двери забить чтобы здесь молодежь не хулиганила не буянила как говорится ну сохранить здание клуба чтобы этот клуб восстановить сейчас в данное время клуб у нас находится бездействие без работы не функционирует сейчас у нас в данное время молодежи молодежь и детей подрастающих очень много куда им деваться сейчас им некуда просто деться куда себя деть они не найдут что вот этот депутат выступал насчет свалки это полная туфта я вам серьезно говорю как я местный житель я этим дымом вонью дышал несколько ну как говорится года два это точно мы дышали постоянно пожар лесополки горят камыш горит в окрасности свалки свалка горит дымит нечем дышать лето жара окна невозможно было открыть потому что вонь стояла дыма это видео я видел когда министр выступал получается как ему может быть обращение дошло позже если понадошло в тот момент когда ему это видео послали он бы приехал бы и увидел сам а когда приехал в это время уже здесь благополучие все нормально ну а как говорится если школу закрыть вместо досуга закрыть то на этом сезоне это село вымирает правильно я думаю со мной большинство согласны будут дело в том что у нас отсюда здесь с отделения практически наверное вот из всего населения грубо взять ну грубо взять 50 домов из них наверно проживает наверное где-то на 50 процентов 25 домов всего молодежи здесь практически нету молодежь на заработках здесь ничего нету здесь у нас соседка по по ну по дому тоже соседней квартире живет так она в одиноче но это хорошо ладно это там конечно не общество проблема там на совести наверное одни вопросов старики наверно тоже наверно как-то должны между собой общаться а как они должны общаться дело в том что наверно у нас тут дом культуры здесь есть большой клуб сельский я конечно эти времена не застал так как я сюда приехал но здесь да здесь по крайней мере сюда приезжали соседних серий сел и деревень приезжали здесь за счет вот этого клуба здесь и новый год и все мероприятия ребят в армию даже отправляли все с этого клуба сейчас она я не знаю делали репортаж нет ходили туда ну там я не знаю там на библиотеку без слез не взглянешь на вы представляете сколько кабеля надо чтоб цвет я груда вы поставьте с начале в середине в конце улицы свет фонари что посвящала хотя бы дети у нас ходят вот так вот до своих друзей до одноклассников они ждут вообще ничего не видно абсолютно где этот тротуар утром школу тоже темно жена конечно тяну мало того что темно вы представляете пока наши дети выйдут на эту остановку по этой грязи буквально одевает пакеты чтобы выйти на асфальт чистыми в школу не прийти как по уши в грязи блин пока дойдут все вот ответы грязи наша как днилина вся липнет абсолютно насчет дорожек дороге они тоже также это у нас нет таких средств вам ничего не выделяет у нас там я буду мы не просим асфальт нам хотя бы этот камень желтый здесь семьи в основном выживает тем что они наверное сдает сдают молоко в то же время вот по нашей улице стоит с той стороны если объем молоковозник может объехать люди могут выйти у нас здесь они люди не могут потому что он сюда доезжает смотрит грязь разворачиваю а люди там и топ молоковозник приезжает со ставропольского края мы вообще без разницы он заехал посмотрел проехать не может взял уехал но люди в частности наша родственница она там часа два-три стоит она с этими ведрами с молоком ничего из-за того что просто здесь у нас дороги нету бывает надо бы просто срочно выехать в прошлом году нам срочно надо было старшая дочка она резко заболела выехать скоро не может выехать потому что не бензина нету можете даже туда если что проект спросить скоро не может нам самим отсюда выбираться ну а так как у нас тоже здесь не вездеходы у нас по крайней мере было две машины сейчас одну продали но они у нас все легковые мы что на этой что на той не можем выбраться отсюда ну я считаю самую проблему даже по каждому двору по нашим улицам вот сколько там 25 дворов по нашей улице допустим взять в каждом дворец одна из наиболее острых проблем мусорка и дорога наш у нас не то что наша покрыл по краю дорога по краю до по краю поселок у нас пациент по центральной улице по центральной улице у нас нету дороги допустим и племяннику они собирались туда вот ему 6 лет уже должен идти в школу в сентябре куда сюда естественно здесь они дети здесь домой прибежали ушли на покушали рядышком да там дети у нас до четырех часов сидят ну конечно кормят их столовой но не все дети кушают некоторым не нравится некоторым нравится поэтому они там до 4 голодные могут сидеть естественно здесь школа это вообще первый наверное самый такой удобный вариант был бы если в школа здесь было ну и и закрыли к сожалению а так школа нормально учителя хорошие здесь я проучилась и отличная школа была почему закрыли к примеру куда же в первоклашку отправить и переживать ладно наши дети 5 5 класс 6 класс 12 13 лет уже какое-то соображение у них есть хотя бы даже через дорогу переходить они же там по магазинам еще бегают у нас магазин вот у дети захотели побежали как бы под присмотром не то что там тоже ремонт я думаю в нашей школе вот мы выборы были там незначительный прям ремонт такой нужен был чтобы ее закрыть школа теплая 2 класса коридорчик похоже запретили что домашний забой мы не можем раньше у нас кадетский корпус здесь много сельского населения могли туда реализовать свою продукцию то сейчас все домашний забой запретили мне например невыгодно что-то там вырастить потом еще и вести это все на бойню потом это ну как бы мне например некогда я только пасу у меня суперспособность пасти я суперспособности продать нету к сожалению но может быть появится кто-то такой который цену здесь будет нормально давать на баранину там на рынке мы не можем это продать цены падают держится одна цена содержание обходится в копейку хорошего а цены нету нормально не сбыта нету нормально а кто приезжает забирать молоко молоковозники приезжают тут говорим о цене из каких регионов с ростовской области они по моему приезжаем говорим о том чтобы цену подняли они нам говорят о том что у нас машины на газу газ дорожает на заправке поэтому цену мы не поднимем мы будем в убыток но если вы этим занимаетесь это уже не нашу проблему что газ дорожает ну так вот тяжело этим заниматься конечно цены нету зарплаты нету нормально тоже приходится ездить вот не говоря уже в зимний сезон это зимний сезон вообще заработка нету молока тоже нету цены нету коровы в запуске родители тоже уже в годах надо ездить зарабатывать куда-то на сторону 24 года я тут не знаю здесь не работал еще потому что не проживешь на эти деньги пенсионерам то трудно прожить заброшках играет наши дети заброшка заброшенных домах толку был бы клубы хоть бы выжигание в библиотеку кто-то все равно у нас есть люди которые заканчивали учебное учреждение которые обучать детей она просто у них отдыхает они много говорили девочки мы бы пошли бы их не с ними занимались бы хочу от себя и от многих жителей села большинства выразить благодарность башанка его бадме николаевичу что он обратил внимание на нашу проблему приехал сюда сам лично разобраться но виду наверное я так думаю муж сильно занят было еще что-то или как-то какие-то другие факторы на это повлияли и он не поговорил с местными жителями прям ну мне кажется он серьезно не разобрался в этом и после вот этих данных видео башанка его мы с жителями под бы решили наверно мы не будем уже больше депутата госдумы отвлекать обратимся к главе республики калмыкия хасикову в конце хотел бы поблагодарить тех кто помогает нам большое вам спасибо за теплые слова поддержки и ваше неравнодушие обязательно подпишитесь на наш канал жмите на колокольчик чтобы не пропускать новые выпуски оставляйте свои комментарии делитесь нашим видео с друзьями и близкими также у нас есть несколько уровней спонсирования канала для этого вам нужно лишь нажать на кнопку спонсировать исследовать инструкции спонсоры канала получит доступ к уникальным смайликом и еще ряду плюсов которые мы готовим для вас в этом году с уважением максим и команда канала зан онлайн